Всем привет! Данный обзор посвящен китайскому ножу кредитной карте. Это по сути клон ножа CardSharp. Данный нож выполнен в формате кредитной карты, то есть по размерам он примерно ей соответствует. Производитель заявляет, что в данном случае габариты составляют 85,6 на 54 и на 2,2 мм. Действительно очень тонкий нож, по габаритам он действительно соответствует кредитной карте и реально помещается, например, в карман портмоне. Весьма интересная штука внешне. Когда показываешь его людям, которые вообще не сталкивались с такого рода ножами и просишь определить, что это такое, очень многие вообще не догадываются, что же это такое, до тех пор, пока его не разложишь. Идеология такого рода ножей проста. Смысл их состоит в том, что их можно носить при себе совершенно не обременительно и можно положить в портмоне, в карман. Этот нож вообще очень легкий, порядка 13 граммов, если верить производителю. Я его, честно говоря, не взвешивал. Сделан он из полипропилена. Лезвие ножа, клинок, естественно, из стали. То есть, это нож, который можно носить при себе в тех ситуациях, в которых полноразмерный нож либо неудобен, ну, допустим, человек не хочет носить при себе полноценный нож, либо другой вариант, действуют какие-то очень жесткие законодательные ограничения, не позволяющие иметь при себе полноценный нож. Для чего я приобретал этот экземпляр? Ну, во-первых, любопытство двигало, во-вторых, нож использует жена, он у нее лежит в кошельке, какой-то постоянной необходимости в его использовании нет, соответственно, это нож, который у нее в кошельке лежит на всякий случай. Я думаю, что в большинстве ситуаций она про него и не помнит, и, может быть, когда-нибудь он ей понадобится для того, чтобы отрезать какую-нибудь нитку, или почистить яблоко, или выполнить какую-то другую несложную операцию. Собственно, он пригождался, если не ошибаюсь, один раз, что-то там надо было подрезать, то ли веревочку, то ли нитку, что-то в таком духе. Как работает данный нож? Как им пользоваться? В разложенном состоянии, ну, или, точнее, это, наверное, считается сложенным состоянием. Он, как уже говорилось, напоминает кредитную карту. Здесь желтеньким цветом покрашен стопор. Указано, такой символ замка есть, намекающий на то, что это замок. Край этого стопора блокирует клинок. Если взяться пальцами вот так с двух сторон, поскольку стопор двойной, это сделать удобно с двух сторон, так вот, если взяться с двух сторон и повернуть стопор, то он разблокирует клинок, и клинок, соответственно, можно вот таким вот образом отогнуть. Клинок отгибается. Теперь его нужно зафиксировать. Для этого складываются вот эти два клапана. Первый складывается для того, чтобы за счет вот этих штырьков, дать основу для закрепления второго клапана. Но при этом сам он клинок не блокирует. Клинок сейчас может спокойно отгибаться, а вторым клапаном мы его поджимаем. Возможно, с этой стороны будет лучше видно. Так вот, вторым клапаном мы его поджимаем. На нем нанесены отверстия. Вот их видно на просвет. Так вот, теперь мы эти отверстия вставляем в эти штырьки, и нож таким образом приобрел более или менее жесткую форму. В конечном счете мы получаем вот такой вот нож. Выглядит он довольно неказисто, но, в принципе, это действительно нож, у которого реально есть рукоять, за которую можно держаться. У него есть клинок, который можно использовать. Клинок, естественно, заточен. При этом подводы у него такие, прямо скажем, не широкие. Качество заточки. Ну, с одной стороны, нельзя назвать, что это высокое качество, и что острота бритвенная. Но, с другой стороны, нож все-таки не является тупым, и относительно неплохо по заводским меркам режет. По традиции продемонстрирую это при помощи газеты. В общем и целом, острота ножа позволяет им пользоваться для каких-то несложных операций. Ну, скажем, что-то маленькое порезать. Понятно, что буханку хлеба вы таким ножом не отрежете. Он ни в коем случае не является заменой нормальному ножу, но позволяет получить в свое распоряжение режущий инструмент тех ситуаций, в которых нормальный нож вам будет недоступен по тем или иным причинам. Насколько нож долговечен, сказать затрудняюсь. При таких вот краткосрочных сгибаниях и разгибаниях на этих гранях, на линиях сгиба не появляется следов усталости. Но я предполагаю, что все-таки рано или поздно, если использовать нож достаточно часто, складывать, раскладывать, то рано или поздно в любом случае наступит усталость этого полипропилена, появятся трещины и, соответственно, нож придет в негодность. Когда это наступит, зависит от того, насколько, естественно, пластик нормальный. В целом, если говорить о качестве ножа, то вроде бы оно относительно неплохое. Насколько понимаю, оригинальный катшарп сделан из гораздо более качественных материалов. Он гораздо более долговечный, возможно, лучше заточен. Я, честно говоря, оригинальный не держал в руках, поэтому у меня нет сравнительного опыта. Говорить о том, что этот нож является полной туфтой, что лучше было бы купить оригинал, я не могу. И причина здесь даже не в разнице в качестве, а в том назначении, которое вообще есть у этого ножа. Он изначально не предполагается для постоянного использования. На его долю не выпадет какая-то нормальная работа, полноценная. Данный нож лежит в бумажнике или в кошельке, на всякий случай, может быть, будет использован один или два раза в год, когда вдруг под рукой не окажется чего-то более достойного. Приобретать для таких задач более или менее дорогостоящий нож, а особо там желать каких-то качественных материалов, я считаю бессмысленным. Для такой вот эпизодической работы, для ножа на всякий случай, этого китайского клона более чем достаточно. Учитывая его цену, он может быть приобретен за цену меньше доллара, порядка там 90-80 центов. Я его приобретал, насколько помню, за доллар 80. Так вот, за доллар 80, за доллар этот нож имеет смысл. Это копеечная сумма и положить в кошелек на всякий случай нож, который стоит такую сумму, это нормально. А вот приобрести оригинальный нож, я не помню, сколько он стоит, но если не ошибаюсь, что-то около 35 или 40 долларов. Так вот, приобретать для такого назначения нож за 40 долларов или за 35, я считаю не очень разумным решением. Пусть даже там гораздо лучшие материалы, пусть он более долговечный. Это, в принципе, такое устройство, которое очень специфично. И я не вижу смысла платить за него такие деньги. Учитывая изложенное и подводя итог, выскажу свое личное мнение, которое, естественно, многие могут не разделять. Так вот, я считаю, что за маленькую сумму такой нож взять можно. В принципе, ему может когда-то найтись применение, пусть и нечестно. Брать его за большую сумму, пусть из лучших материалов, я не советую и сам для себя смысла в этом не вижу. Разве что у вас есть какая-то тяга к коллекционированию и вы хотите оригинал именно в коллекционных целях. Ну или, как обычно, есть еще и рациональная тяга к приобретению необычных вещей. На этом все. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok